Ну, наверное, кто-нибудь из вас участвовал в карте пожара в 2010 году, вот в той, где нужно было. Там одни предлагали помощь, другие что-то делали. Ну, тогда, в 2010 году, проблем с мотивацией волонтеров... Так, осторожно. Проблем с мотивацией волонтеров не было. Да, я в то время жил в Варшаве, работал практически четыре недели. Просто были вырваны из моей жизни, я думаю, как у всех остальных, кто участвовал в этом. Гриша, который докладывался точно так же в таком же режиме, писал тогда из Вашингтона на тот момент. И тогда мы это делали на Ушахиде, которая сейчас изменилась. Если кто-то видел последние версии, система платформы Ушахиде, она стала плавной. То есть там есть консорсная версия, которую нужно установить. Но в основном она работает в платной версии. И здесь, конечно, речь идет не только о каких-то вещах, именно связанных с автоматическими, с предиктивными технологиями, с картированием и так далее. В том числе информационные технологии могут очень помочь в том, чтобы все-таки еще копать лопатой, что-то делать, что-то приезжать и в том числе распределять какие-то задания. И тогда Гриша сформулировал формулу, которая, собственно, потом разошлась просто кругами и в какой-то степени даже чересчур далеко разошлась. А именно все стали предлагать, ну мы сделаем сейчас карту, где одни могут предлагать помощь, другие будут хотеть помочь. И тогда вот в том числе с Гришей мы долго занимались виртуальной рындой, которая на самом деле, и Гриша, наверное, не сильно часто говорит об этом, но это один из таких крупных, серьезных, хороших провалов, о которых не стыдно рассказывать. Прежде всего, к тому, что действительно мы занимались год. Наверное, там после этого пришло, зарегистрировалось человек 100. и потом мы ее доделывали еще один год и выложили в открытый доступ, и никто, вот реально никто не установил ее у себя. И это вот такой провал, мы, как вы знаете, проводим конференцию провалов, поэтому здесь, собственно, и приучаем людей рассказывать о каких-то проектах, которые у них не удались. И мне кажется, рында достаточно важный фактор, который показывает, что, ну, когда горит, с мотивацией проблем нет. Когда горит, можно организовать оффлайн-штаб так, чтобы люди приходили и что-то делали. При этом карта не всегда самый лучший инструмент, а заявок всегда больше, чем волонтеров, и здесь у нас всегда основная проблема. И в конце, вот особенно последняя часть симфонии с рындой, она была как раз в том, что даже если вы это выпустите в open source, все равно его пилить никто не будет просто так. И в связи с этим у нас, по крайней мере, в теплице появилась следующая итерация уже после рында, которая, на мой взгляд, чуть-чуть более успешная. Она запустилась изначально, исходя из наших задач, платформа IT-волонтер. Она вот существует 110 недель, мы отмеряем ее жизнь в неделях. Вот Влад занимается комьюнити. Пока у нас там, скажем так, в 23 раза больше участников, чем было на рынде. И если на карте помощи за 6 недель пришло 200 тысяч человек, у нас на IT-волонтеров пришло чуть-чуть меньше, но тогда была решена 1000 задач за 6 недель. Сейчас у нас 270. И что мы можем... Но, с другой стороны, это тоже немножко другого рода задачи. Это задачи не просто... Ну, не то, что не просто. Тогда были задачи, например, что-то привести, кому-то отдать, что-то передать. Эти были задачи, скажем так, временной расположения, которых состояло... Ну, скажем так, занимало максимум 10 часов. Там не было долгосрочной задачи. То, что мы смогли определить, когда у вас есть долгосрочные задачи, тоже мотивация по поводу их продолжения, она чрезвычайно важна. Что мы поняли? Что, в том числе, например, если задача не решается... Так, меня слышно, коллеги? Не, не. Да, по-моему, заработало. Вот. Но если задача длится дольше 10 дней и не решается, то ее вероятность быть решенной значительно сокращается. Вот. Мы также исследовали мотивационные модели, да, для чего люди решают свои задачи. И, конечно же, у них, если с пожарами тоже, с мотивационной моделью все понятно, и они хотят действительно помочь и сделать это прямо сейчас, потому что вот туда все горит, то у волонтеров очень важно, что... А, во-первых, набрать опыта, сделать что-то необычное, получить контакт с людьми. Я знаю, что, наверное, многие, в том числе в пожарах, и, например, в Лиза Алёр, они участвуют, чтобы быть тоже частью какой-то общести. Вот. И в какой-то степени получить влияние. И здесь для крафтсорсинговых проектов особенно это характерно, например, там, фигуора для Википедии, да. Недавно чиновник Роскомнадзора назвал Википедию наркоманско-педофильское олигополией. И здесь, наверное, ключевое слово олигополия, да. Вот. Такое, менее смешное, чем остальные. Потому что действительно все-таки мотивация гидкипера, человека, который за счет каких-то набранных очков и авторитета обладает чуть больше влиянием, он тоже достаточно интересный, и, наконец, просто заработал. Вот. И у нас, в том числе, с чем мы столкнулись во время поиска волонтеров именно вот матчмейкинга, да, то есть сбора, как раз все в той же рамке, в рамках той же формулы «хочу помочь на этих помощь», стало в том, что нет общих, смуфлировавшихся просто на антропологическом, на культурном уровне моделей коммуникации волонтеров друг с другом. Вот именно когда речь идет о том неоцентрализованной форме координации волонтеров, да, вот вы приходите, а мы вас будем распределять, а именно вот такой peer-to-peer, да, коммуникации, когда люди сами устанавливают между собой контакт. И это тоже, наверное, в контексте противопожарного волонтера, в контексте какого-то взаимодействия, наверное, интересно, потому что это тоже отличается, например, от таких волонтерских методов, когда в OpenStreetMaps, когда перед вами, по сути дела, карта и система, и вы на самом деле не, ну, можете, конечно, зайти на форум, но в основном вы сидите и кликаете, да, вот, или в Википедии, где у вас тоже, если есть спор, то он, ну, он в формате обсуждения, но редактирует Википедию в основном сами наедине с системой, вот. Ну, конкретно по IT-волонтеру была проблема, связанная с созданием ТЗ, да, и здесь, наверное, если вдруг в рамках этого хакатона, и опять же мы, как теплицы, говорим, участникам хакатона стараемся, ну, как бы показать, и, наверное, вы сами знаете, что пожар это холистическая вещь, да, и поэтому решения по борьбе с пожарами тоже могут быть холистическими, то есть касающимися не только ГИС-систем, не только предиктивных технологий, да, про которые рассказал Георгий, но это в том числе могут быть со значительно более широкого охвата, да, и в том числе мы возлагаем большой потенциал на именно гражданские горизонтальные взаимодействия, и здесь, конечно, важно понимать, что то, с чем мы столкнулись в волонтерской подобной системе, это, конечно же, вот людям хорошо вот давать какие-то инструкции, максимально короткие, простые, вот, к которым, может быть, они не придут, когда они будут создавать задачу, потому что, как правило, люди создают задачу, ничего не читают, но, по крайней мере, когда они наткнутся на первую проблему, они смогут посмотреть все, что вы имели в виду, вот. Ну и, конечно, очень важная проблема – это различие в ожиданиях между волонтерами и теми, кто, соответственно, может помочь, да, у одних свои ожидания того, что вот будут все рады и будут очень рады тому, что вы нам помогли, а другие, наоборот, думают, что они должны, что все должны быть благодарны, что человек добавил свою задачу и просит о помощи, вот. И, собственно, мы в рамках IT-волонтера, и почему я говорю об этом? Потому что это платформа настраиваемая, ее можно в течение, по крайней мере, пяти часов скачать и установить, полностью изменить, да, то есть установить можно за час, да, полностью изменить за пять часов, это вот реально, при том, что я не профессиональный программист, а такой, скорее, с каким-то опытом, вот, и в том числе можно использовать. И то, что мы, я просто расскажу, что у нас получилось, что у нас не получилось, да. Сначала мы подумали, что, наверное, будет здорово сделать на IT-волонтере систему ролей, вот, придумали, что вот супергерой, там будет, как бы, получает, и это простая вещь, если у него решено больше задач, а волонтер – это человек, решающий задачи, и бенефициар – просто, вот, точнее, бенефициар – это как раз тот, кто только открывает задачи, но их не закрывает, вот, ну и активист, у которого все упорно. И эта система просто ролей не работает, да, никого не волнует, как вы называетесь, до тех пор, пока, вот, как бы, нет какого-то вовлечения. А как достичь вовлечения здесь работает, мы использовали, по крайней мере, в изменении нашей системы, нашего проекта, да, мы использовали модель книги «На крыльчке» и «Роялы», которые в четырех стадиях показывают систему того, как люди начинают возвращаться к сервису. И, собственно, первая стадия – это триггер, да, что, например, человеку скучно, и это является его триггером пойти на Facebook, дальше происходит какое-то действие, и человек публикует что-то, чтобы получить лайки, то есть награду, да, вот, и дальше, то есть, первая стадия – это триггер, это внутреннее какое-то явление, происходящее у пользователя, вот, в контексте чрезвычайных ситуаций это внутреннее явление, наверное, это желание помочь, соответственно, человек видит, что есть чрезвычайная ситуация, пытается найти свою сферу применения, действия, и здесь, собственно, то, где те приложения, которые вы, возможно, будете создавать сегодня и завтра, как раз где вы можете принять его или ее действия, и дальше, соответственно, вопрос, да, какую награду вы можете предложить, но еще есть и четвертая стадия – это стадия инвестмента, да, когда не только человек получает награду, но и возможность каким-либо образом добавить что-то в платформу. Вот, и, ну, мы пошли и стали внедрять одно за другим изменения, да, и первое, наверное, то, что было важно, и то, что у нас сработала, это система отзывов после каждой закрытой задачи, человеку, которому закрыли задачу, предлагается поставить, ну, как на ebay, наверное, где угодно, там, количество сердечек, вот, это действительно сработало, мы увидели увеличение задачи. Следующее – это то, что мы ввели две, точнее, нет, не так, с самого начала мы ввели рейтинг, который просто показывал там число решенных задач, но сам по себе этот рейтинг не сильно работал, вот, поэтому мы включили две бузомерки, одна из которых – это просто рейтинг волонтеров, то есть число решенных задач, вторая – это опыт, и это вот так называемый экспо, который вам приходит за любые действия, за какие-то действия меньше, за какие-то действия больше, вот, у нас, собственно, сформировался такой вот прайс-лист, здесь самое большое число – это за закрытие задачи, но в том числе и за отзывы, и за добавление к кандидатам задачи, вот, вы, соответственно, получаете какие-то плюсы, которые у вас потом формируются, вот, и это действительно сработало. Кроме того, мы включили просто кнопку «Сказать спасибо», этот пример был использован впервые на Cyclic Fix, вот, это такой портал, который достаточно известный, один из известнейших порталов городских приложений, и он, собственно, чем хорош, что действительно человек что-то закрывает, и вдруг ему здесь человек, непонятно откуда, говорит «спасибо», за каждое нажатие кнопки человеку приходит письмо, да, это сильно тоже мотивирует, вот. Вот, возможность добавлять результаты своей работы просто в виде какого-то файла, это тоже действительно мы заметили, что, может быть, скажем так, увеличение числа задач не увеличилось, но почти что все волонтеры, которым было предложено добавить результаты своей работы, практически 75% волонтеров, собственно, добавили это. Это значит, что если функция появилась и люди стали ее использовать, она действительно имеет смысл, но в результате мы от одной закрытой задачи в течение двух дней пришли практически к 30% росту, то есть у нас за чуть меньший период, но там число задач фактически скратилось, что одна закрытая задача стала закрываться каждые полтора дня. Вот, ну и, собственно, вот как это выглядит, да, это вот наш типичный IT-волонтер, который стоит у нас, вот, это вот альтернативная версия, созданная на Катоне, да, это конкретно закрытая система по распределению задач, вот, для, это в данном случае для юристов, волонтеров, не IT-волонтеров, которые могут помогать женщинам, которые как страдали от домашнего насилия, публиковать, точнее, составлять официальные заявления в полицию. Ну и как можно использовать в ЧС? Прежде всего, это быстрая установка, это ламп плюс WordPress плюс несколько плагинов, это все на GitHub у нас описано, вот, это открытый код, понятная документация и несколько режимов, как мы это видим, что это, с одной стороны, такой абсолютный матчмейкинг, как у нас, да, горизонтальный, вот, это возможность распределять, распределять задачи, соответственно, и следить за их выполнением вертикально, и тоже такой матчмейкинг в рамках закрытой сети, то есть, когда у вас есть просто очень ограниченное число, и вы у себя на локальном сервере это восстановили. Вот, ну и что для нас важно, мы в том числе выпустили недавно Теплобота, который у нас соединяет любой WordPress сайт с Телеграмом, вот, и сейчас идея в том, что, чтобы соединить, пока это работает вот на примере как самой Теплицы, так и, такой есть петербургский фонд для людей с аутизмом, он там тут рядом, вот, и если кто-то из вас интересовался ботами, то нам кажется, что это достаточно эффективная система, именно тоже, которую можно использовать, пока реализации нет, ну и следующая тоже по поводу, вещь по поводу мотивации, это OpenPages, это открытая система, связанная, связанная тоже с получением наград, и уже, вот, опять же, каждый человек, повторюсь, может, вот, IT-волонтера взять, скачать, установить, распределять задачи, писать нам полу-рекреста. Вот, а это, наверное, краткая презентация, и у меня здесь, наверное, всё, если у вас какие-то есть вопросы, то я с радостью отвечу. А как называется плоти, не знаю, как называется, который... Тепломод, он, вот, сейчас, он Теплицы, Гидкопад. Можно Тепломод тест-рок.